С нами на связи Андрей Яковлев, адвокат, эксперт регионального центра прав человека, управляющий партнером адвокатского объединения Umbrella. Приветствуем вас в эфире. Добрый день. Андрей, скажите, вот мы говорим об осени, да, осталось в принципе не так уж много времени, но все же, если мы подытожим те форматы, те концепции, которые рассматриваются по состоянию на сейчас, к чему мы можем прийти? Да, вот как вам видится, какой формат этого спецтрибунала может быть? Очень сложно сказать, поскольку переговоры уже фактически два года идут на эту тему. Если будет приближено к осени, это вообще замечательно. Наверное, это не будет рада безопасности ООН, поскольку у России есть блокирующий голос. Это может быть решение какого-то большого количества государств в виде формата, много разных вариантов может быть, но можно исходить из того, что для такого трибунала было бы хорошо, чтобы большинство стран согласились с этим форматом и приняли решение присоединиться и признать этот трибунал. Это может быть договор, к которому присоединяется. Ну, мне пока очень сложно увидеть, что такая возможность уже к осени раскроется. Но так представить себе я могу, что это должен быть адхок суд, то есть созданный для конкретного случая. И чем больше стран присоединится и признает его легитимность, тем будет лучше. Ну, а что касается самого судебных слушаний, то нужно решить один вопрос. Может ли такой трибунал рассматривать судебные дела, в данном случае, если это будет Путин или высокое руководство, заочно, то есть иноценте, без того, чтобы его задержать. Если такое будет решение, как рассматривать заочно, а в международной практике это только один раз встречалось, международные суды заочно не рассматривают. Но, предположим, если это будет сделано, то значит можно рассматривать дело в отношении Путина без задержания самого Путина. Если такой трибунал будет создан на условиях того, что нужно именно, чтобы Путин лично принял участие в таком слушании, то значит он не сможет функционировать до его задержания. Ну, а дальше уже это дело техники, потому что сам агрессия, она уже произошла. Её очень просто доказывать, потому что она сама в самом акте агрессия. То есть первые атаки, бомбаны, ракеты, это уже есть агрессия. То есть в агрессии хорошо то, что не нужно тратить много времени и ресурсов на доказывание. А сложностью является сам процесс запуска в работу такого суда. Скажите, Андрей, если мы говорим о препятствиях, какое самое главное препятствие на этом пути? Как мы опять упираемся в эту пресловутую политическую волю стран, которые могут согласиться на то, чтобы объединить свои усилия, для того, чтобы привлечь к ответственности? Не только Путина, как мы понимаем, всю абсолютную верхушку нынешнего кремлевского режима. Самая большая сложность – это старая архитектура ООН, которая предусматривает единственный орган, который должен дать, может дать решение на создание такого трибунала – это Совет Безопасности ООН. Он именно так создан, что если кто-то блокирует, то ничего невозможно принять решение. И все задачи нашей страны – это обойти вот эту старую архитектуру, поскольку никто не возражает, что преступление совершено. Никто не возражает, что нужно расследовать. Вопрос только в механизме. И теперь получается сама суть – довести дело до конца и провести расследование и наказать виновных, либо заниматься тем, чтобы, скажем так, бороться с старой архитектурой, которая делает невозможным сам процесс суда. То есть это как ситуация, когда преступление совершено, а суда нет, и его невозможно создать. Вот как быть в этой ситуации? Мировое сообщество говорит, подождите, нужно создавать, нужно что-то делать. Не может такого быть, что преступление есть, а нет органа, который должен его рассмотреть. И вот все задачи и нашей страны, и тех, кто нас поддерживает, как раз-таки создать, вопреки тому, что по-старому и действующая на сегодняшний момент архитектура работы международных органов предусматривает именно блокирующую роль России, руководитель которой и есть агрессор. То есть старая система не предусматривает, что если один из членов Совета Безопасности ООН является самостоятельным агрессором, он не должен принимать участие в голосовании. Вот не предусматривает. И вот это является как бы патовой ситуацией. Преступление есть, а некому рассмотреть. Вот как быть? Андрей, ну скажите, тогда получается, что нам нужно проводить реформы на уровне ООН или как? Или эти истории могут быть параллельными? Но мы же понимаем, какая позиция сегодняшней российской элиты, в кавычках, путинского режима. Ну вот есть международное право, ну и будьте с ним. Мы на него не обращаем внимания. Для нас, если сравнивать право российское, внутрикремлевское и внешнее, то для нас приоритетом являются наши какие-то внутренние расклады. Юридические, законные и не совсем. Но наше право выше за международное. Как тут действовать? Ну смотрите, мы можем пытаться создать этот трибунал. Если даже у нас не получается все равно стараться, а можно пойти как бы или одновременно, или как бы последовательно другим путем. Дело все в том, что отсутствие трибунала никаким образом не защищает Путина от уголовного преследования. Ну и вы видели ордеры, которые уже выдавались Путину. Соответственно, Путин, он как бы сейчас может не остерегаться этого трибунала международного. Вот он создастся, он либо не создастся, существует препятствие. Но по всем другим международным преступлениям, а именно военный злочин, либо геноцид, либо преступления против человечности, есть суд, который это рассматривает. Это Международный уголовный суд. То есть Путина можно привлекать к ответственности и рассматривать все преступления, все нарушения законов и обычаев войны, кроме агрессии. То есть агрессия — это лишь одно из преступлений. И отсутствие такого суда не значит, что Путина невозможно привлечь к ответственности по существующим процедурам. А скажите, Андрей, вот если мы говорим о позиции Организации Объединенных Наций, как нам, по сути, решать эту проблему, ну, реформы определенные? Ну, мы же понимаем, что это ж, ну, это абсурд. Когда страна, участник на постоянной основе Совбез Организации Объединенных Наций, да, которая, как я понимаю, с частью председательствует, да, соответствующие институции, да, ну, я не знаю, там, бомбит украинские города, убивает украинцев, бомбит детские больницы, вот последний Ахмадед, соответственно. Но все равно продолжает присутствовать на этом высоком международном уровне. Какой, возможно, подход использовать? Есть ли он сейчас? Да, вот какие варианты, чтобы действительно совладать вот с этой ситуацией абсурда? Знаете, я не хочу, как бы, проводить параллели, но я могу, как бы, сказать, когда в Израиле привлекали к ответственности Эйхмана, который перевозил миллионы евреев, и не было суда, чтобы его привлечь к ответственности, либо его нужно было создавать, но Израиль выкрал его и судил в своей стране. Вот это для них был самый простой и быстрый способ. Вот, как действовать нам, ну, мне сложно сказать. Реформировать ООН — это очень сложно. Мне кажется, нужно пытаться это делать, но, тем не менее, рассматривать в уголовном, международном уголовном суде другие правонарушения, где Путин может быть привлечён к ответственности. Потому что реформировать ООН — это будет процесс ради процесса. Но я даже не знаю, когда он закончится, и доживём ли мы до этого. Понятно, что для того, чтобы реформировать ООН, нужно согласие, ну, как минимум, подавляющего количества стран. Ну, то есть это должно быть такое большое число стран, которые хотят его реформировать, чтобы ни у кого не возникло вопроса в законности этой процедуры. Всегда в соотношениях очень важно, международных такого уровня, не только создание, а ещё и сделать так, чтобы этот орган был признан, он был легитимным. Ну, соответственно, для этого должно быть большинство стран, которые с этим согласны. Вот и механизм, как это можно сделать. Нужно добиться согласия как можно большего количества стран, и тогда можно проводить реформы. Андрей, давайте далее ещё обсудим одну позицию, которую озвучили наши партнёры по Европейскому Союзу. Она заключается в следующем. Путин напал на Украину из-за отсутствия коллективной обороны НАТО. Об этом сказала Кая Калас, бывший премьер-министр Эстонии, которая возглавит внешнеполитическую службу ЕС. Калас неоднократно призывала разорвать экономические связи с Москвой и публично критиковала российского диктатора. Она не раз заявляла о том, что руководство РФ должно понести ответственность за преступления, совершённые в Украине. Часто забывают, что война России в Украине – это война за людей, а не только за землю. Цель России – систематически уничтожать самобытность и культуру Украины. Если Россия останется безнаказанной, её преступления будут повторяться. Руководство России должно понести ответственность за серьёзнейшие преступления, совершённые в Украине, в том числе за преступления агрессии. Эстония будет и дальше добиваться создания специального трибунала. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии. Андрей, скажите, пожалуйста, я понимаю, что я сейчас, возможно, выйду на какую-то зыбкую почву, но это, ну, как по мне, всё равно лучше смотреть на вещи, да, вот какими-то, знаете, реальными подходами и оценивать ситуацию адекватно. А скажите, вот в вопросе привлечения к ответственности всей верхушки, да, нынешней Российской Федерации, вот вопрос, связанный с поражением РФ. Насколько это важно в привлечении к ответственности Путина и его клики? Или вот это есть как бы желательным, но не является обязательным моментом и составляющей вот привлечения к этой ответственности? Поскольку Российская Федерация достаточно большая и по территории, и по природным ресурсам, и по людским ресурсам, то, конечно же, для этого необходимо задержать и судить всех, кто к этому причастен. А это возможно сделать после поражения. Поэтому, мне кажется, вы в точку абсолютно смотрите, что такой трибунал возможен над проигравшей стороной, как это и ранее было. До этого момента должно быть такое согласие между всеми странами мира, чтобы такая по ресурсам достаточно значительная страна приняла это поражение, отдала своего президента и как бы позволила, ну, в военном плане провести этот суд. То есть нужно сделать так, чтобы они с этим согласились и приняли решение международного сообщества, либо они должны проиграть, ну и, соответственно, эти люди попасть на скамью подсудимых. Андрей, насколько важна в этой истории позиция, ну давайте так, на правду тех государств, которые сейчас, ну, являются такой определенной палочкой, даже двумя палочками-выручалочками для путинского режима, я имею в виду Китайскую Народную Республику и Индию. Ну, если мы говорим о глобальном согласии, понимаете, да, ну, сложно мне представить, что товарищ Си отпустит своего друга Путина или там подопечного и скажет, ну все, забирайте, да, но Индия другая история, да, все-таки демократия, все-таки выборы, да, и некоммунистическая история, которая сейчас характерна для, ну, скажем так, уклада государственного, который характерен для Китайской Народной Республики. Я согласен с вами. Для того, чтобы продемонстрировать согласие мирового сообщества, нужно, чтобы согласились и эти страны. Потому что если они не согласятся, они как бы создадут некую свою параллельную реальность, в которой они будут существовать вместе с Россией. Поэтому важно, чтобы и такие страны, да, которые как бы не совсем наши партнеры, ну и как минимум не враги, они согласились с решением, именно что нужно создать трибунал, и решение вопросов политических, военным путем они тоже бы считали неприемлемым, и подвергли бы, согласились подвергнуть наказанию как раз-таки Путина и других лиц за нарушение этих правил. Поэтому, да, я согласен с вами. Эти страны должны согласиться, иначе это будет некая параллельная реальность, которая как бы сейчас существует. Существуют санкции, но тем не менее есть страны, которые позволяют России их обходить. И это стало как бы знаком того, что уже существует такая некая отдельная экономическая реальность, которая хоть худо-бедно, но позволяет им выживать. Соответственно, эти страны тоже должны быть на нашей стороне. Андрей, скажите, уже напоследок хочу выйти с вами, вот на эти ордеры на аресты, да, их уже несколько, да, мы говорим не только о Путине, об этой, как ее там, Львовой-Беловой, да, до этого были решения Международного уголовного суда по поводу ордера на арест, который касается высшего руководства, там, по-моему, и военно-космических сил, там, да, представители Генштаба, тот же Герасимов, бывший уже министр обороны Сергей Шейгу и так далее, и так далее. Как эти ордеры помогают нам в решении вопроса о привлечении к ответственности? Да, вот тех, кто стоит за реализацией этих имперских планов, Владимира Путина. Ну, я бы так, я бы так сказал, существует одно большое расследование, и в тех ситуациях, когда Международный уголовный суд считает, что определённые лица не просто имеют отношение к правонарушениям, а уже могут иметь статус подозреваемых, ну, то есть уже больше, чем просто какая-то фигура, а фигура, которая имеет отношение настолько большое, что можно выдать ордер на его арест, чтобы доставить в суд и уже в суде предъявить обвинение. А следующим этапом будет само судебное рассмотрение. Поэтому ордер на арест, я бы сравнил это с состоянием объявления подозрения, то есть та ситуация, когда начинается процессуальный статус уже фактически лица, в отношении которого органы собрали достаточно доказательств, чтобы считать его причастным. И вот чтобы проверить эту причастность и доказать причастность к правонарушению, к совершению военных преступлений или других международных преступлений, нужно его доставить в суд, чтобы далее рассмотреть. Поэтому ордер – это один из этапов, но очень значительный, потому что он показывает, что документов, доказательств уже достаточно для того, чтобы начать рассматривать дело в суде. А вот смотрите, Андрей, мы уже говорили о том, что, в принципе, ну, Кремлю по барабану, да, международное право, ну, неважно, да, мы вот не считаемся. То, что нам выгодно, мы используем, что невыгодно, мы на это как бы плюем с высоких кремлевских башен. Да, грубо говоря. Но все же, вот если мы говорим о вот этом большом расследовании, да, вот о чем вы сказали, получается, что любой нюанс этой агрессии, он так или иначе, где-то вот на карандаше, да, у того же Международного уголовного суда, плюс еще те производства, которые сейчас расследуются, и уголовные преступления, и военные преступления, да, на территории Украины, украинскими следственными органами. Получается, что вот просто, чтобы мы осознали масштаб, да, вот этого большого расследовательского кейса. Так или иначе, все они на карандаше. Я правильно понимаю, Андрей? Ну, вот ваш тезис по поводу того, что такой биг кейс, такая большая история. Совершенно верно. Ну, я бы даже так бы сказал, продлил бы эту мысль, что изначально суды были отхокут, но юрберский, нюрберский трибунал, да даже по Ягославии, это суды, которые были только для конкретных ситуаций. На сегодняшний момент человечество уже создало Международный уголовный суд, и он постоянно действующий. И я думаю, это не просто так, а это эволюция международного уголовного права. Поэтому такие серьёзные преступления, пусть даже международное уголовное право первый раз сталкивается с таким большим соперником, который очень большие ресурсы обладает, но это не значит, что он может игнорировать международный порядок. Потому что международный порядок, он предназначен для того, чтобы люди на земле могли дальше существовать и развиваться. И раз эти правила были созданы, законы и обычаи войны, они всегда, раз они существуют, требуют, чтобы им подчинялись. Не потому, что только нужно наказать того, кто их совершил, а для того, чтобы человечество дальше двигалось. Поэтому я думаю, что международное правосутие и такого соперника перемелет. Андрей, спасибо вам большое за эту позитивную ноту где-то уже в конце нашей беседы. Всегда вам рады, благодарю за этот анализ, этот разговор в эфире телеканала «Фридом». Андрей Яковлев, адвокат, эксперт регионального центра прав человека, управляющий партнёр адвокатского объединения «Амбрелла», был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова